здравствуйте мы с вами продолжаем курс финский язык до полного автоматизма и продолжаем контрольную работу давайте прочитаем сообщение спасибо за урок дайте пожалуйста ссылку на группу вконтакте во первых вы можете найти все мои контакты если кликните на кнопочку о канале вот увидите пункт о канале и кликайте туда и там будет ссылка на топлинг а если вы кликните уже потом на топлинг то там все мои данные будут там есть группа вконтакте там есть ссылка на мой инстаграм поэтому пожалуйста кликайте на кнопку о канале кроме того можно просто найти мою группу в поиске называется она парас суоми то есть самый лучший финский парас суоми и я рекомендую всем кто еще не подписан вконтакте подписаться потому что постоянно ходят какие-то слухи о том что youtube закрывается о том что youtube заблокирует в россии и чтобы если что мы с вами не потерялись лучше сразу на несколько моих каналов подписаться и парасуами и в инстаграме подпишитесь и тогда точно где-нибудь мы с вами продолжим общаться даже если что-то заблокирует а мы с вами продолжаем урок и переводим первое предложение у них трое детей у них эйла он трое детей то есть три ребенка колны ласта помните после числительных у нас всегда идет паркетив единственного числа а ребенок в паркетиве это слово пласта и на он коми ласта я хочу пойти в школу я хочу и на халон и пойти это будет вагон меня значит школу будет кулун вагом и на требует потом в мигин кулу меня халу отмен на кулу я хочу поблагодарить тебя я хочу меня халу он поблагодарить кита и тебя синюа меня халу он кита синюа они понимают тебя они понимают понимают у мартаewат и тебя синюа если про человека то с глаголом у марта будет варситив или язык Тогда тоже, если вы понимаете финский, английский, тоже будет партитив. Я знаю, что тебе нравится это. Я знаю, что тебе нравится это. Это синапидат и это сиита. Минатедан это синапидат сиита. Я надеюсь, что если это предложение раньше у вас вызывало какие-то сложности, то теперь уже всё легко, вы всё выучили. Мы хотим учиться очень усердно. Возьмём просто опискелла. Мы хотим... Очень усердно. Вчера пришёл такой комментарий, почему не ойгень ахкирасти. Можно ойгень ахкирасти. Можно эриттайн ахкирасти. Просто я ставлю хювин ахкирасти, чтобы вы заодно помнили, что хювин у нас используется в нескольких значениях. Может быть хорошо, а может быть очень. Далее. Я иду на работу. Я иду на работу. Мина. Мэнэн. И здесь мы можем сказать либо тёйхин, как чаще говорят, либо тёйхон. Тёйхин – это во множественном числе. Финны очень часто используют работы во множественном числе. Мина мэнэн тёйхин. Либо мина мэнэн тёйхон. Главное помнить, что мэнна требует михин. Сначала давайте напишем без суффикса. Видите, у нас буква н на конце. Но если мы сейчас добавим притяжательный суффикс, значит притяжательный суффикс си, то у нас закроется буква н. Суффикс накладывается сверху. Получится синон юста вася. Мина мэн синон юста вася. Я смотрю интересный урок. Я смотрю. Мина кацон. Интересный урок. Мэнэн кин. Давайте возьмём партитив. Потому что я смотрю подразумевает процесс сейчас. Мина кацон. Мэнэн кин. Тойнэн. Оппитуннин. Так, я сказала партитив, сама вообще написала. Мэнэн кин. Тойста. Мэнэн кин тойста. Оппитунниста. Очень много вопросов возникает по поводу кацо. Кацо партитивный глагол. Но при этом иногда я ставлю акузатив. Почему? Потому что если я хочу посмотреть этот фильм, если вы хотите его посмотреть до конца, то можно поставить акузатив. Кацо не строго партитивный глагол. Но давайте, чтобы запомнить, что он партитивный, отныне будем всегда ставить в партитив все слова, если они идут после глагола кацо. Если не будет каких-то особых оговорок. Мина кацон. Мэнэн кин. Тойста. Оппитунниста. И последнее предложение в этой десятке. Мне очень нравится этот метод. Мне. Видите, я говорю по-русски мне. А по-фински это будет мина. Мина пидан. Этот метод. А, мне очень нравится. Или мне действительно нравится. Мина пидан тодэ ла. Этот метод. Таста. Мэнэн тодэста. Миня пидан тоделла tästä методиста. Я вайси повторим. Heillä on kolme lastа. Миня халуан меннä кулуу. Миня халуан киитая синуа. He иммертävат синуа. Миня халуан киитая синя. Миня тодэн, että синя пидät siitä. Миня халуан киитая синя. Миня халуан киитая синя. Миня халуан киитая синя. Миня халуан киитая синь. У них двое детей. У них двое детей. Я вижу мужчину. Мужчина будет МИЕС, но с глаголом ВИДИТЬ у нас требуется оккузатив, значит нам нужна основа. А основа у слова мужчина будет МИЕС и буквы Н. МИНА НАЙН МИЕС. Я вижу мужчину. Они ходят на работу каждый день. Здесь уже можно использовать глагол КАЮ, да? Они ходят на работу. КАЮ ВЕТ. ТОЮССЯ. И повторюсь, можно использовать ТОЮССЯ. КАЖДЫ ДЕНЬ. ЙОКА ПÄИВА. Я ВИЖУ ИХ УЧИТЕЛЯ. Я вижу МИНА НАЙН. ИХ ХЕЙДЕН УЧИТЕЛЯ ОПЭТТАЯН. Если мы добавим притяжательный суффикс, он накладывается на Н, поэтому получается ОПЭТТАЯНСЯ. МИНА НАЙН. ХЕЙДЕН ОПЭТТАЯНСЯ. Я вижу ЕГО УЧИТЕЛЯ. МИНА НАЙН. ЕГО или ЕЁ. ХЕЙДЕН ОПЭТТАЯНСЯ. Опять будет ОПЭТТАЯНСЯ. И добавляем притяжательный суффикс. И посмотрите, эти два слова абсолютно не отличаются ОПЭТТАЯНСЯ, ОПЭТТАЯНСЯ. И я вам показываю на таких примерах, что нельзя опускать вместоимения ХЕЙДЕН и ХЕЙДЕН. МИНА НАЙН. ХЕЙДЕН ОПЭТТАЯНСЯ. МИНА НАЙН. ХЕЙДЕН ОПЭТТАЯНСЯ. МИНА НАЙН. ХЕЙДЕН ОПЭТТАЯНСЯ. Я хочу, чтобы у меня была хорошая работа. Пока используем конструкцию МИНУЛА ОН. Я хочу, чтобы у меня была или чтобы я имел. То есть МИНУЛА ОН. Хорошая работа. ХЕЙДЕН ОПЭТТАЯНСЯ. Конечно, это не лучший способ выразить эту мысль. Но пока давайте говорить так. Здесь лучше было бы добавить не он, а ОЛИСИ. А вообще, можно сказать, я хотела бы получить хорошую работу. Но пока пусть будет так. У меня очень хороший учитель. У меня МИНУЛА ОН. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ. И УЧИТЕЛЬ ОПЭТТАЯНСЯ. Здесь не нужны никакие притяжательные суффиксы. МИНУЛА ОН. ОКЕНЬ ХЮВА ОПЭТТАЯНСЯ. Я вижу, что ты хочешь говорить по-фински без ошибок. Я вижу, что это ты хочешь говорить по-фински. ПУХУА СУОМАЯ И БЕЗ ОШИБАК ИЛМАН ВИРХЕЙТА. Я вижу нашего УЧИТЕЛЯ. Я вижу МИНА НАЕН нашего МЕЙДАН и УЧИТЕЛЯ ОПЭТТАЯММЕ. МИНА НАЕН МЕЙДАН ОПЭТТАЯММЕ. Я думаю, вы уже понимаете, что притяжательный суффикс МЕ у нас закрывает буквы Н. Это их учитель. Это. Там он их. Хейдан и учитель. ОПЭТТАЯНСЯ. Там он Хейдан ОПЭТТАЯНСЯ. Повторяем. Heillä on kaksi lasta. Minä näen miehen. He käyvät työssä, töissä, joka päivä. Minä näen heidän opettajansa. Minä näen hänen opettajansa. Minä haluan, että minulla on hyvä työ. Minulla on oikein hyvä opettaja. Minä näen, että sinä haluat puhua suomea ilman virheitä. Minä näen meidän opettajamme. Tämä on heidän opettajansa. Tämä on hänen autonsa. Tämä on hänen autonsa. Это моя кошka. Tämä on minun kissani. Tämä on minun kissani. Minä haluan katsua. Minä haluan katsua. Minä haluan katsua. Tämä on minun kissani. Tämä on tämä minun kissani. Minä näen käyvät. Minä näen niidenä. He... Minä näen käyvät. Minä näen käyvät. Я хочу посмотреть это видео сейчас. Я хочу посмотреть это видео сейчас. Я хочу посмотреть это видео сейчас. Это твой учитель. Это твой учитель. Это мой друг, Анти. Это мой друг. Тэма оон минун истэвэни, Анти. Тэма оон минун истэвэни, Анти. У них есть трейнер. У них. И тренер будет Я вижу трёх девочек. Я вижу Трёх девочек, то есть три девочки. После числительного всегда партий единственного чла. Я знаю, что ты думаешь так. Если мы говорим о какой-то информации, то используем глагол Ну, ты думаешь, что ты думаешь так! Вы думаете, что ты думаешь так! Я знаю, что ты думаешь так! Добро пожаловать в комментариях. 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 Мне нравится эта идея. Я хочу прочитать эту книгу сейчас. Я хочу прочитать. И прочитать нам подсказывает дальнейший падеж. Мы хотим прочитать её целиком. Я хочу прочитать эту книгу. Они живут в Москве. Они живут в Москве. Они живут в Москве. Они живут в Москве. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя. И тебя. И тебя. У меня хорошие друзья. У меня. У меня. Я знаю. 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 Голоседа. Это те опы скелеты. Фювин. Ах, керасти. На этом наш урок закончен. Мы с вами еще один урок посвятим контрольной работе. Потом перейдем к новой теме. Я напоминаю, что в этом курсе мы с вами доводим до автоматизма всё, что знаем в финском языке. А если вы хотите изучать грамматику финского языка методично по учебнику, то я вас приглашаю присоединиться к нашим марафонам. Прямо сейчас идет пятый марафон. В этот понедельник мы начинаем проходить partitive и genitive множественного числа. Если у вас есть сложности с этой темой, если у вас есть какие-то затыки, я вас приглашаю присоединиться. У нас есть чат, где мы обсуждаем какие-то сложные моменты. Сегодня, например, я припозднилась с видео, потому что отвечала на вопросы участников нашего марафона. Если вы хотите изучать финский язык с нуля, то такая возможность тоже есть, потому что в прошлом году, в сентябре, проходил марафон по первым четырем главам учебника Сомен Местери. Все материалы сохранены. Вы можете получить доступ к этим материалам. Также ко второй части первого учебника и к первой, второй главе второго учебника это будет третий марафон. Четвертый марафон был по третьей, четвертой, пятой главам учебника Сомен Местери Калкси. Все эти материалы лежат в группе ВКонтакте, вы можете получить к ним доступ. А ссылки на эти материалы, точнее ссылки на контакты со мной, внизу под этим видео в описании. И также в верхнем закрепленном комментарии под этим видео. А я с вами прощаюсь. Мой мой Минус Вет, то есть Вет.